26-метровый монумент и 10 информационных пилонов. Такой предстала стела город трудовой доблести перед самарцами и гостями города на проспекте юных пионеров на аллее трудовой славы. Это место выбрали сами горожане народным голосованием. Сегодня состоялось торжественное открытие памятного знака. Эта дата была выбрана не случайно. 80 лет назад в этот день первый самолет Ил-2, собранный в Куйбышеве, совершил первый тестовый вылет. Преодолевая огромные трудности, люди в кратчайшие сроки монтировали оборудование и уже через 1-2 месяца начинали производство, часто под открытым небом. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня. Убежден, что и боевой, и трудовой подвиг наших ветеранов – это фундаментальная основа воспитания настоящих патриотов своей страны. Стеллу установили в честь присвоения Самаре звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин летом 2020 года. Областной центр в числе первых был удостоен такого высокого звания. В тяжелейших условиях военного времени жители города проявляли подлинный трудовой героизм, отдавали все силы для фронта, для победы над ненавистным врагом. Во время войны против фашистских захватчиков Куйбышев стал одной из важнейших индустриальных баз страны. В первую очередь это касалось производства самолетов. В Куйбышеве выпустили около 30 тысяч Ил-2, или 80% от всего объема собранных штурмовиков. Также в городе быстро наладили выпуск боеприпасов. Каждый третий артиллерийский снаряд и каждую пятую авиабомбу поступившие войска изготовили труженики из города на Волге. В тот момент решались важнейшие стратегические задачи. И они ложились на всех тружеников. На тружеников наших заводов, на тружеников села. Герои, которые над всем этим работали, не думали ни о цифрах и ни о славе. Они делали все для того, чтобы приблизить долгожданную победу, не жалея для этого ничего. На церемонии к почетным гостям и горожанам обратились представители трудовой династии Гомзиковых-Подлегаевых-Скатынянских, чей общий стаж работы на двигателестроительном заводе более 200 лет. А с экрана самарцев поздравили ветераны Великой Отечественной войны и руководители предприятий, которые внесли значительный вклад в установку монумента. Эта стела, которую мы сегодня с вами открываем, это дань уважения и памяти нашим прославленным землякам. Отдельные слова признательности всем тем людям, которые помогли реализовать этот поистине исторический проект. После церемонии открытия почетные гости возложили цветы к стеле, а после осмотрели пилоны мемориала. Небольшую экскурсию провел доктор исторических наук Александр Репенецкий. Он рассказал о том, что изображено на монументе, который увековечивает вклад жителей Куйбышева в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин, Сергей Баскин. События.